Мы как реагировали на все нарушения правил дорожного движения, которые нам попадают в поле зрения, так и реагируем. И активность этой реакции, наверное, стала только больше. Вопрос дифференцированного подхода в части наказания, в части административной ответственности. И здесь могу сказать, что основой всему это, конечно, профилактическо-превентивная работа. То, что можно сделать без мер применения административной ответственности. И на сегодняшний день мы видим и положительные отзывы, в большей степени, наверное, положительные, нежели отрицательные. Конечно же, есть группа участников дорожного движения, которые вряд ли чем-то можно будет убедить. И, наверное, это будет сделать практически невозможно. Поэтому эта группа под нашим контролем. Мы понимаем, знаем и уже полностью владеем информацией. Где-то порядка 8 тысяч водителей, которые системно нарушают правила дорожного движения на 3,5 миллиона. Поверьте, это не слишком большая цифра. Но есть люди, которые по 100 и более раз нарушают правила дорожного движения в течение года. То есть мы свое влияние перенесем больше, наверное, на профилактику в отношении тех, кто системно это делает. А те, кто совершил некую ошибку и попал в поле зрения наших сотрудников впервые, может быть, где-то там не осознавая какие-то последствия. И если после проведения профилактической беседы, то есть вот того превентивного мероприятия или профилактического, человек сделает нормальные выводы, я думаю, что всегда надо рассчитывать на понимающую часть населения и работать с ними. А вот те, кто не понимает, те, кто системно будет это продолжать делать, конечно же, мы будем влиять посредством существующего законодательства. Его никто не отменял и никто до внесения изменений в Коап его не отменит. Поэтому здесь работа вся будет продолжена с одной целью – обеспечить безопасность движения.